Дмитрий Медведев посетил полигон Тотский в Оренбургской области. Но это об ассоциации, извиняюсь за выражение. Он, значит, замбредсайта безопасности сообщил, что сделал доклад на имя Путина о боевой политической подготовке будущих участников спецоперации. Боевой подготовкой. Медведь, который дня в армии не служил, доложит Путину, который дня в армии не служил, о том, как войска Шойгу, который дня в армии не служил, подготовились к войне. Смотрите, когда спрашивают, а что они так плохо воюют? Обратите меня, вот там Путин сравнивают с Гитлером. Ни хера себе, Гитлер сколько лет в окопах Первый мировой просидел, на себе командира вытащил, будучи раненым, и попав под газовую атаку. Какой бы он там ни был, злодей, да, он имел боевой опыт. Его там хрен-то обманешь. Ну, раз вот Медведев туда приехал, да ему что хочешь, можно показать. И тот человек, который в армии служил, ты его не обманешь. Он все это видел, понимает, он в недовухе был этот человек. Он понимает, как разводят. И он знает, где смотреть, что смотреть. И тогда, или там Черчилль, который тоже там был, начиная от фактически, младшего офицера, да, и был первым лордом адмиралтейства, а потом что-то не сложилось. Херак пошел командиром батальона воевать. А командир батальона Первый мировой на Соме, Черчилль, как можно сравнивать с этими уродами? Ну да, он там своеобразный был. Сидел, помните, прикол, да, когда он там сидел с сигарой, с коньяком, командир батальона. Нет, ну он герцог Мальборо, он имеет право так себя вести, да. Сидел в ванной, ему таскали солдаты воды, и он сидел в ванне, значит, курил там сигару, пил коньяк, и в этот момент прилетел снаряд, херануло так, что там вся эта ванна была засыпана землей, и он вылез весь грязный, голый, схватил револьвер и повел голый и грязный, как черт солдат в атаку. Это было поводом для шуток, да. Но он-то контратаковал и отбил атаку немцев, и реально в том бою победил голый, он не голый, это не важно, да. А эти-то, представляете, эти-то где были? Эти-то что делают? Я говорю еще раз, медведь, который не служил никогда и нигде, да, доложит Путину, который никогда и нигде не служил, о том, как подготовлены солдаты Шойгу, который нигде и никогда не служил. Вообще херень. Это вот эти люди, которые нигде и никогда не служили, они хотят победить в войне. У них с башкой что-то не то. И семьям участников создания партификационных рубежей будут выплачивать 5 миллионов рублей в случае гибели. Это указ Путина. То есть копать окопы, да, исприбили, то 5 миллионов рублей. Вы же понимаете, то есть куда их отправляют? Это вот пишут, пишут, ура, работа всем. Не только работа, еще и вливание в экономику. Решусь, конечно. Вот они обещают 25 миллионов рабочих мест. Серегин, это клево, это клево. Это вот очень хорошее чувство. И вот тут 5 миллионов окопы рыть, когда их будут там закапывать в этих окопах по 5 миллионов будет Путин раздавать. Когда же это все закосит? И так это все еще только начинается. Ты представляешь, это только такая разминка пока. Пишут, что путинские военные напуганы кассетными боеприпасами украинской армии. Ну да, прилетел такой боеприпас и сразу отправил к верхним людям 50 человек. Говорят, началась паника, начали еще стрелять друг в друга. Ну и так далее. Ну бывает, что я могу сказать. Одним выстрелом 50 человек, это нормально. Это как царь Петр под Полтавой. Да, помните? Когда первым выстрелом. Вторым, вернее. Увел двух фельдваршалов и ранил короля. Так что нормально. Нормально. Предельный возраст запасников увеличится на 5 лет. То есть 1 января вступит в силу закон, по которому все на 5 лет увеличивается. То есть предельный возраст 35 до 40 военнообязанный первого разряда, от 45 до 52-го, с 50 до 55-ти третьего. А МОПа-Резерв вообще до 65 лет, имеющий воинские звания. Хоть какое воинское звание есть до 65 лет. Представляете? Жесть какая-то. Просто отдастся до 65-ти. А-а-а! Жуть. Там уже все. До 65-ти в России уж никто и не доживает из мужиков. Они хотят на фронт отправить, бля. И атомные подлодки впервые не будут участвовать в параде ВМФ РФ из-за страха перед мятежом, заявляет британская разведка. Ну, я думаю, что страх перед мятежом не пускает туда подводные лодки. Ну, почему надводные корабли могут участвовать? Там не боятся, что поднимут мятеж. А если вы помните, Саблин как раз поднял мятеж на надводном корабле. А подводной лодки нет. Они вот такие страшные. Я думаю, просто Путин не хочет собирать их в одном месте. Это, я думаю, основная причина, что в одном месте он их не хочет держать 30 июля. Потому что для него это не очень удобно. С точки зрения угрозы Запада. Потому что подводные лодки это элемент ядерной триады. И лучше их держать там, откуда они могут пугать Запад. Я думаю, как-то она путинской армией воевала в Сирии. Биокарлик, а как же она воевала-то? Она разве воевала? Посмотрите, я же этой прикалывался. Там командовал Суровикин. До того, как он стал командиром всех там летчиков и космонавтов и прочих. Какими силами он командовал? У него было подчинение 1800 человек. Внимание, 1800 человек. Это полк пехотный. У генерала там, кто он там? Генерал-полковник был, генерал-лейтенант в то время, я не знаю. Это он был командующий ограниченным контингентом. А потом ограниченный контингент, вернее так, начал с полутора тысяч, увеличили до 1800. А в конце, когда уже, я так понимаю, Суровикин их не был, он уже космонавтами командовал, там было две с половиной тысячи человек. Можете себе представить? Две с половиной тысячи человек. Ну, бригада. То есть, командиры вот такого уровня командуют бригадой. Можете себе представить? Ну, то есть, это что, война? Это какие-то стратегические наступательные, какие-то стратегические оборонные операции? Нет, это вообще нет ничего. Ну, какие-то люди куда-то ходят, там, дозором ходят, стреляют в кого-то, в них стреляют. Какие-то прилетают дроны. Но не более того, это не война, это херня. Так что они там не воевали. А как же он работал? В очистке, да, вот вопрос. Ну, вот так, я что могу сделать?